Простите. 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 Любим, зарасхватим я сам. Тату джа яму тирае. Нашта праеша бадешу. Митям бхагавта севая. Магаватюнтамашу те. Магаватюнтамашу те. Магаватюнтамаши те. Под่ор. Продолжаем сегодня познакомиться с праздничающего памятника, сегодня я очень надеюсь, мы закончим новую чариту, в лучшем районе заканчивая света. Столько всего интересного, столько важного, я бы хотел узнать возрастовение, которое можно получить для тех, кто рассказывает другого чарита, кто слушает другого чарита, кто следует по стопам другого харача, что произойдет и погреется там пролоком, может быть, хорошее, вкусное, вы знаете. И я очень надеюсь, что вы сейчас с вами перечитаете все эти стихи, вспомните какие-то основные моменты и, может быть, критаете кому-нибудь, как это было сделано. Это несколько главчего памятника, помогут на таком пути, помогут как-то разобраться в каких-то древних местах. И у нас, пускай это сегодня икадаши, я уже говорила, что икадаши, я называю еще харивасараха, харивасараха, значит день Господа харивасараха, то есть это день, который можно полностью отдать крышу. И сегодня у нас не просто икадаши, сегодня у нас мокша та икадаши. Что такое мокша, вы знаете? Освобождение. Освобождение. Да, даруй. То есть сегодня можно провести освобождение. В джан или не джан? Да. Не джан. Мы хотим не просто освобождение, мы хотим освобождение с Кришной, мы хотим освобождение с Бакцией, с чистым праздником служения. Вот это может произойти, если вы весь этот день сможете Кришне отдать. И более того, сегодня необычные икадаши должны, не просто мокша та икадаши. Сегодня три сприша махатвадаши. Есть просто падаши, да? Есть махатвадаши, а есть три сприша махатвадаши. То есть это день, когда одновременно икадаши, и падаши, и пройдаши, они соприкасаются. Сегодня уникальнейшее сочетание звезд, очень благоприятное, да? Сегодня Кришна рассказал, и более того, сегодня день обмени Багмагита. Именно сегодня Кришна рассказал Багмагиту Арчуни, и благодаря этому, что произошло? Он его полностью перепрошил, и отчего, что смог сделать? Кришне поддаться. Смогу достичь совершенства. Кришне, я сделаю, как ты говоришь. У него хватило силы, разума и бхакти, чтобы вот так вот поступить. И сегодня можно помолиться, чтобы мы тоже смогли вот так же, как Кришна посылал Арчуни, да? Услышать наставление Верховного Господа, когда вы писали Багмагите, что он падает, и чтобы смогли сделать наставление своим сердцем и душой. Потому что уже потом, когда Кришне уже ушел, и он уйдет царить два руки в Админдаву, и по дороге на него напали пастухи. Какие тогда пастухи? Он надеялся в одиночку, и победил всю армию Гаврау, когда наконец-то стал Северраной. В одиночку всех сделал пастуху, они в ужасе были, они не понимали, что это было. Идем сам на Арчуни, после этого какие-то пастухи напали на него, и всех этих девушек оббили. И он ничего не смог проделать. И вот в этот момент он просто начал плакать. Как так Кришне? Что такое? И Павла, в чем он Павла там описывает, потому что в этот момент, это 15-й ма, 1-й песенчий Павла, он вспомнил доставление Кришне, который потом на поле этой души. И вот это доставление Багбадхиды, они стелили в него жизнь и уверенность. Он смог восстановиться после всех этих потрясений и проблем, как вы говорите здесь. Багбадхиды – это не только для Арчуны, для Арчуни. И то же самое, что Багбадхиды тоже для нас. Мы вчера видели, сколько много было разных елеменностей в Тухру Махараджа, и как ему подались помочь, и так, и так, и якши на него подались, и все остальное. Но в конце концов, это была история успеха. И сегодняшняя двора, начиная у нас другая, которая называется Тухру Махараджа, и обращается в Бога. И так, ему пояснилось, а будет когда-нибудь и нам придет. Я прочитаю первые несколько стихов. Мы в этом месте. Матрио, Вача, Дрыва, Ни Пристав, Прати Будь, Кьябайша, Ста, Атетка, маню, Бхатбакан, Ганешвя, Раха, Татра, Ветра, Вчара, Раньяк, Шекин, Нараяк, Сангусту, Ямана, Великий музец Андрея сказал, «Дорогой бедуру, гнев дрова махаранчик утих». И он прекратил убивать якши. Узнав об этом, великий кувер, хранивый сокровочком богов, Тханешвана, Тханаишвана, владыка богатства, Игнаси перед трудом, представляемый якшами, киндарами и чаранами, он обратился в труды, стоящие перед ним за обслуживанием. Тхана Гавача, Богок, чатрияда яда, Пальдушко, святенака, яд твам пида махадешат, Вайрамдустяя, яд тя тяга, Великий Владыка Сокрович, Кувера, сказал, «О, безгречный сын Кшахи, Я очень рад, что у меня в представлении своего деда Ты подойдусь себе в раздеплить, От которой так трудно избавиться. Я очень доволен того». И дальше он говорит, «На Бхава хаватриса ягша наякша таран прама, КалаЕва хибхуттанан бхатправго хабхатпайя бхаваєвам». На самом деле не ты будешь якши и ни от них убеден того брата, Ибо истинной причиной рождения и гибели является Верховный Господь в форме вечного рождения. И комментарий Шелкопады. Когда Владыка Сокрович назвал Дрома Харача безгрешным, Дрома Харача, считающая больным по смерти и дождь сверякши, приятно подумал, что не заслужил такого обращения. Куверов, однако, заверил его, что в существе он никого не убивал, и потому на нем нет никакого греха. Он лишь исполнял своего царя, и как ему возне действовал в полном соответствии с Законом природы. Не думай также, чтобы свой брат был убит Якши, стоял Куверов, на смерти его обрекли Законной природы. Истинная причина рождения и гибели – это вечный день, который является одним из аспектов Господа. То, что произошло не в твоей жизни. Законной природы 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 Показать, как правильно задействовать. Но он, по сути, находится на каком-то особом уровне. Нерабегший. И он должен был по-другому поступить. Он должен принять внимание на себя, раскаяться как-то. Но, тем не менее, внешняя ситуация тоже как-то нужна была. И поэтому очень сложно. И он все-таки решил показать хороший пример. Но так как была его вина, тоже важно все. Если бы он не был виноват в этой ситуации, если бы он просто нормальный, чтобы показать пример другим, если бы не было завязки другими словами, то он на него бы так не повлиял. Вот так как завязка была, почему? Потому что именно он был причиной того, что якшев или его брат. Так как была завязка, он попал под влияние этого всего. Это накрыло его, как говорится. И в этот момент, как только его накрыло, это уже не было по-другому, что-то, как говорится. Там он спустился на уровень совершения греховных поступков. И он, как мы говорили, почти что, он буквально на грани был. И в этот момент, как только он был готов переступить эту грань, он вязался в эту опасную битву с Дягшином, из которой встал Кувера. И Кувера стал практически его врагом. В штате, у вас есть Кувера, казначея полубогов, главный банкир полубогов. У него ключи от сейвов, в которых все деньги лежат. И там не только деньги, там и оружие полубогов, там и драгоценности. Все-все-все отдают ему на хранение, чтобы никто не споровал. И выяснили в другом стороне. И больше никаких вам денег, никаких сантешек по утрам и все остальное. Все, привет, сорсянку и есть. Вот, ты гадошная. Ну, вообще, что-то такое, да? То есть, он не последний человек на райских планетах. И друг Махараш, он понимает, что рай – это Вселенная, и он зависит от полубогов. И после кого-то пошел, а за ним более просто, я начал без подшипа, который благодарит, благоговорит Кувере, который он постоянно защищает. Если бы Кувера внушался в эту битву, в сражении, неизвестно, что вдруг было бы. Он совершил справление, правильно поступил. И как мы говорили, что когда Верабхатра пришел в граммитский ягин, Закши, то хотя бы при Бумуне тоже был преданным, что Кришне в больнице в вантре повторял. Но ничего не сработал. Кришна просто уходит с такой практики. Он не проявляется там. Это же самое. Кришна мог не проявиться в Друе Махараджи, если он срабатывался с Каверой и Господом Шимой. Поэтому Своего Махараджи должен был как-то спасти его, защитить его. И он пришел в эту ситуацию. Мы говорим, конечно, что Друе Махараджи – это чисто предный, он для кого особо нужен. Но когда мы совершаем искрабление, аппарат, и мы увидим, что он будет просить у Каверой. Вот именно настроение Друе Махараджи. Я сейчас просто говорю уже с высоты того, что будет описано в этой главе, в последней главе, где он будет прощаться к Увере. И что именно он просит у Кавер? Вот это просто догадательство того, что он совершил эти оскорбления. Так как он совершил это оскорбление, то его… Ну, по крайней мере, он так считал, что я совершил оскорбление. Хотя его убеждали, что все нормально. И поэтому он… Бог утратил все физически, если бы он сражался с такими чистыми личностями, как Кувера и Каспорчева. И потом он с Могу Ману пришел, и он дал ему уставление, причем так, чтобы он услышал его. Он ему первым делом объяснил, потому что я понимаю тебя. Помните, да, вот этот важный момент? Потому что, чтобы прежде чем кому-то что-то сказать, этот человек должен пометиться, чтобы вы помнили его, но вошли в него в ситуацию. Как часто к нам приходит кто-то, и мы даем ему дежурные советы. Дежурные, формальные просто. Ну да, там мантру повторяй, и все будет хорошо. И может это правильный союз. Но может ему что-то еще надо? Не просто мантру повторять, а определенное строение мантру повторять. И поэтому это так важно, чтобы мы поняли в сердце человека, где он находится, как я привык пример по тебе с координатами, где он сейчас находится, в каком месте. Так, Индия, Утарх Прадевш, Мадхура, Вриндава, Кришна, Валдрам, Бандир, Невелико, Русский Дрон. Такая-то такая координата. И дальше мы хотим пойти в буду. Правда, мы хотим пойти. Я говорю по навигатору. Идите, выйдите. 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 Кто-нибудь прямо, потом налево, потом опять прямо, потом опять налево, и выйдет вперед прямо. То есть, чтобы мы могли сделать правильный шаг, правильное направление, начать нужно понять, где мы находимся. И вот это слушание, оно очень важно. И Сын Хоуану объясняет, понимаешь, я понимаю твое сердце, понимаю, зачем ты так поступил. Но все равно, все равно это было неправильно. И он ему и так, и так, и так объясняет. Потом Укьяну загружили, как мы вчера говорили, сложнейшими такими философскими подтверждениями. Потом, кто на самом деле виноват, кто всем управляет, что и Кришна, что и карма есть, и кто хава. И помните, мы там приводили, что и карма, да, тот самый, который составил эту книжку, да. И все мы рассказали, да. И в конце концерта, никто не может понять планы Господа. И даже Кришна, и Великие Мудрецы, они отбиваются с толку, пытались понять, кто виноват и что делает. Что делать и кто виноват, да. Непонятно нечего там. Почему что происходит. И затем он объясняет, что ты же преданный. И так как ты преданный, как мы сказали, что Господь сказал, Господь свободен от должного маяка. И ты должен то же самое сделать. Он говорит, ну как же, как же мне освободить от должного маяка. И Сумакуамана дает такое настроение, Кришне предать. И друг говорит, а смогу я или не смогу? Он говорит, сможешь, Сумаке? Конечно сможешь. Ты уже сделал это, когда мы маленьким мальчиком. Сейчас ты уже взрослый человек, сейчас ты уже более опытный. Но тебе получится, давай, давай, давай. И потом он говорит им, что на самом деле, вот для тебя, за кого-то может быть, да, это было правильно. Вот для тебя, для человека, который является святым, который достиг такого высокого уровня, чистого твоего служения, это было неправильно мстить за гибель своего брата. И более того, неправильно было убить столько много живых существ. И тем самым ты оскорбил не только якши, которых там называют благочестивые, хорошие люди, хороших людей поумевал, полубогов, упадеванных. И более того, ты понял внуков на какую веру, на Господушину. И это может навлечь гибель всей нашей династии. Давай тут, пожалуйста, успокой свой мир, который так трудно успокоится, часто становится причиной больших-больших проблем, катаклизмов во всей Вселенной, успокоится, и идти прощить прощение у кубин. И на этом с мухоманом он закончил свое настроение и ушел. И вот эта двенадцатая глава рассказывает о том, что друг Махараджи, он успокоился в мир, внутренне он поменялся. Это как внутренне он поменялся, он еще не успел пойти к кубин за все извращения. Заметили, да? Не он пришел к кубин. А кто к нему пришел? Кубин. Кубин, который уже начинал считать его своим правом. Почему? Потому что он был готов всю расу якши вырезать до последнего человека, до последнего полугога, он был готов пойти в войну на друг Махараджи. Он такой... И в этот момент, когда друг Махараджи поменялся, он свой воинственный дух шатры, гнев, который был у него, такой уже не очень хороший гнев, он был успокоен, внутренне поменялся, и сам кубин привозит к нему, чтобы его благословить. Он даже прощения не попросил, не успел попросить. Внешне, по крайней мере. Но это было внутренне. Потому что когда великие личности говорят, Сава Муана сказал, успокой гнев и проси прощения кубин. И он сразу, ах! И сразу, кубин, прости, пожалуйста. И в этот момент кубин появляется. Потому что такие личности, как Болугоги, их долго ждать не надо. Помните, старая сегмунция, которая на Махарадзе рассказывается, когда она получила эту мантру Дру Асамуи, и решила попробовать. Сурья! Не знаю, как это звучало. Сурья, приди! Сурья! Солнышко! Сурья! Сурья! Прямо как сейчас. Сурья! 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 не надо. Он говорит, надо, но многие просто так не переходят. Давай ребенка начинать. И бедный мусор думает, так я же еще невинный, я там девочка, я не замужник. Он говорит, не переживай. Ребенок родится, они как обычные дети, а их духа. Поэтому его карман называют. То есть мантры работают. По-многому они такие, как только к ним обращаются, они сразу все это слышат. Потому что они как в Аля, они все проникающие. Он везде находится. Мухья прана – это одно из правлений в Аля. Прана – жизненный воздух. Есть пять потоков этого жизненного воздуха. И за всеми ними стоит мухья прана. Глобальный поток воздуха. Глобальный премьерский воздух такой. И в Аля выше, чем мухья прана. Это необычные личности. Они могут нас слышать, чувствовать. Даже прямо сейчас могут присутствовать здесь. Мы можем не видеть их. Но... Слушайте, да? Да, это действительно. Поэтому... Куверий приходит в другом мухараджи. И другом мухараджи, конечно же, он такой... А что с ним делать? Он сполняется перед этим, с ним делать. Критан джан джан гин. Он под ладность ему. Куверий пришел. Он только что пошли прощения ему. Он пришел к нему. Он так радуется, что пришел к куверию. Игнат пришел баджи созревать его. Как раз... Как раз... Это все не бывает. И так... Он... Он пришел и сразу остановился перед ним. И куверий говорит ему... Очень хорошие слова. Он говорит... Он безгрешный. Он говорит... Ты безгрешный. И почему он безгрешный? Он говорит, что ты просто исполнил свой долг. И, конечно же, на уровне куверы... Это правильно. Потому что... Он говорит, что первым телом ты совершил героевский поступок. До этого... Он занимался практикой принадлежением. Молился... Это все было хорошо. Но... Еще труднее этого... Это отказаться от враждебности. Можно победить каких-то внешних врагов. Но гораздо сложнее победить внутренние врага. Гнев. Уждивение. Зависть. И так далее. Все эти качества, которые есть у нас. И... Это... Это трудно. Поэтому... Байерам враждебности. Дух встречал. Когда есть кто-то, кто вам столько боли подчиняет. И вы уже просто настрадали с ним. Это полно. На полно. Сбери эту чашу страданий. Эту боли. Уже не можете тебя пить. И вы думаете, ну толк бы ее не было в моей жизни. Толк бы, толк бы. Толк бы просто... Ну... Кришна, ну пожалуйста. Ну бери там. Сделай там. Нарисимку. Фас. Ну бери его просто. Вычихнив из этого мира. Чтоб не могу. Чтоб не могу успокоиться. И в этом настроении мы... Мы испытываем граждебность. Нам больно после этого. Но... Тринады бьесудичны. Тринады бьесудичны. Тринады бьесудичны. А мамины бьесудичны. Мамины бьесудичны. Даже если кто-то к нам по-плохому. Он все равно знает по-хорошему. Как мы решили. Тринады бьесудичны. Крыться, например, дерево. Тринады. Крыться. Крыться. А чтобы мы там манка, хочешь? Хочешь яблочек? Хочешь папайю? Прямо нам дают. Мы рубим его. Оно нам тень дает. Цветочек. Смотри какой вкусный запах. Понюхай и руби дальше. Вот это настроение, куда космическое ощущение, это гораздо сложнее на такое поступить. И здесь вот поэтому Кувера говорит, что ты смог оставить этого Блайра в Душке Джам, ты был настоящий великий герой. И дальше он говорит, что ты анак, потому что ты правильно поступил. Но с точки зрения Куверы, это правильно может жить. Куверу находится на уровне Пулбакова, он тоже вредного, себя убавит. Но с точки зрения другого Махарача, который был гораздо более высоким уровнем, это было неправильно. И хотя вы говорите, что да, и практически Кувера повторяет те же самые вещи, которые сам Куванов сказал. И он говорит еще одну важную вещь другому Махарачу, что ты смог это сделать Блайра в Душке Джам. Почему у тебя получилось? Потому что ты последовал совету, словам Пидамаха Адеши. Адеша – совет и Пидамаха – это дедушка, старший Вачнава. И мы увидим об этой истории вдруг с Придку Махарача. Опять-таки, у кого сейчас тоже будет очень сложная ситуация, и он не будет знать, как правильно поступить, когда Господин приходит муровать его жертву наружность. Снова-снова. Он так и так и беззаконно придет через Господанет. И преданные, как прахманы, семейные прахманы, семейные священники, скажут ему, что вы не переживаете, зачем тебе убрать Господанет? Вы его же сам любили. Как говорится, из огня на полную. Тоже проблемы какие-то. Но что произойдет дальше с Придку Махарача? Придет к просьмому прахму и даст ему совет. Дедушка ему, да, физический Придку Махарача, прадедушка – очень развышенная личность. Он разрешит его совет и сможет правильно поступить. И здесь то же самое. Он смог поступить, вот, друг Махарача смог поступить правильно. Почему? Потому что поселил на совет у старшего Вачнава. Сами мы не можем. Сами мы не успеем. Но когда старший Придент дает нам совет, то это самое главное. И вчерашний, помните, мы вчера разбирались, да, что очень трудно понять, что, как действует, надо ли мне мстить, не надо ли мне мстить, как поступать. И главное – это вчерашняя лекция. То, что без гуру не разберешься, без старших Придент не разобраться. Столько много всего происходит. И поэтому он говорит, что ты смог это сделать по милости старшего Вачнава, своего ума, более опытного, более старшего Придента. И в третьем себе он говорил, что ты просто исполняешь свои обязанности царя. И поэтому это без грешности. И на самом деле он говорит, что смерть, ты вообще не миномат, потому что смерть этих Якши, она не дырку убил, и не Якши убил твоего брата, а вечное время. То есть, на всем этим стерпланом Верховное Вечное Сепло. То же самое, о чем говорил и сам Хоуан и Дрон Бахарач. То есть, Ковера, практически он повторил эти наставления. И дальше он говорил. Ахан Слав Итси Абаха и Танкир. Ложное заселение самой себя и других живых существующих материальных тела, провождано невежество. Такие представления о жизни является причиной того, чтобы вымешно снова рождаться и умирать, продолжая бесконечно мочить материальное существование. Четвертая стихия. Он говорит, что человек, который попадает в этой двойственности, моё чужое, свой чужой друг, брат и так далее, и так далее. Такие люди происходят целой цепочкой заботы. Из-за объявлений, из-за невежества, приходит ложное видение. Ахан Твау. Я, ты. То есть, когда мы не способны видеть расход души, видеть то, что живые существа, они тоже, как говорили, мы одной крови. Я и ты. Мы родные, мы близкие друзья. Мы не чужие друг друга. Мы знакомы к вам, да? Которые дальше приводят к тому, что человек остается в сансаре, как в возле рождения. И разум такого человека, которого находится здесь, в этом мире, он становится Атат Кьян. Атат Кьян, значит, бесполезный. Тот разум, с помощью которого нельзя прийти к правильным заключениям. Но начинается все с невежества. Потом ложное объяснение. Потом, в конце концов, самсара. Неправильный разум. И такой разум, к чему приводит, что Бангха Гибария. Человек связывается по рукам и ногам. И Гибария, он действует в этом мире. Гибария, значит, буквально по себе положено. Ты хочешь, чтобы было хорошо, а тем как лучше, как говорится, да? А получилось, как всегда. Ты пытаешься обрести счастье, разумеется, как вот, наконец, на материальном уровне. Есть какие-то плохие вещи, то, что происходит. Ты пытаешься им противодействовать как-то, да? Ты хочешь обрести хорошие вещи какие-то, да? Вот это материальная жизнь, фактически. И когда мы с помощью вот этого разума, а так и я, вот такого несовершенного разума, пытаемся сами решить свои проблемы, к чему это приводит? Мы связываемся по рукам и ногам, и к чему это приводит? Нескать счастье приводит только к страданию. И Гибария говорит другу, «Пожалуйста, вот так вот не надо, не надо так, потому что хуже будет». И дальше говорит ему, «Подойди ко мне, другому другу, там пребудешь ты, молнивый с Господом. И пусть тебе во всем сопутствует удача, Верховная Вечность Бога на ступке на воскресенье наших чувств доверяется сверху и у всех живых существ. Поэтому между живыми существами, по сути дела, нет никакой разницы, начнешь услышать транслятные формы Господа, который является последним приближением всех живых существ». И вот это очень сложный стих, который по-разному объясняют наши отчаяния. Фактически он говорит о том, что это должно служить Верховному Господу, который является «Сарва Гутатма Виграхам». «Сарва Гута» – значит все живые существа, «Сарва Гутатма душа» и «Виграхам» – форма. То есть форма Кришны, она включает в себя все живые существа. Это не только Кришна, как мы часто к Господу на апаре поклоняемся, или как-то еще какие-то другие вещи делать. Но указывается, Кришна, Бог включает в себя и всех остальных, все живые существа, они тоже Кришна, они тоже связаны с Ним. И это Ифа Сарва Гутатма, это видение Раства и Единства всем. И вот это, как мы говорили, что это видение Раства и Единства, об этом же говорили, «Господ Шива» – «Господ Шива» – «Господ Шива» – там тоже потелкивается вот это вот «апритхабхава» «Притхабхава» – значит раздельное видение, когда видение – это я, это другое, есть мои интересы, есть его интересы, ее интересы. Но здесь мы начинаем делать свои интересы, интересы моей личности. И именно вот об этом говорит Кришна в Альбатисе. «Ат-пау-пау-бена» – «Ат-пау-пау-бена» – значит, сравнивая со своей душой, находясь в резонансе, как бы, моя душа и его душа, мы братья, да, и поэтому твои страдания – это мои страдания, твои счастья – это моё счастье. Вот это правильное настроение. И вот именно так вот нужно видеть все живые существа, как форму Господа, не просто, что явные братья, но все они с Кришной связаны. Это Кришна, который пристает перед мной, облик этого живого существа. Я должен с ним и с ней правильно взаимодействовать. И если я буду это делать, Кришне это понравится. Понимаете, как интересно, что говорить здесь вот, в Куверах? Очень-очень глубокие вещи. Я вчера хотел это быстренько пробежать вот так, да, чисто что-то закончить. Историю с Куверой и другом Харачи с этими существенными явлениями. Но оказывается столько глубоких вещей, которые могли бы остаться за кадром и говорить. И если ты будешь действовать так, то тогда обхаваем, обхаваем, ты сможешь обрести свободу от рождения святей. То есть это то, что Кришне понравится, если будешь так поступать. Вот такое вот настроение. И дальше, в четвертом стихе, он говорит, что Верховный Господь, а как-то получается так, что это живое существа, это и есть Кришна? Опять-таки, чтобы вот это неправильное представление рассеять, чтобы Тру Махарачи он не почитал, что он проводит Маеваду. Как правильно? Опять-таки, Куверой распадает на свои места все эти акценты. Он говорит, что да, все живые существа, это и есть форма Кришны. Но Кришна он отдельно отделен от них. Он не все живые существа. Он остается личностью. Не то, что мы служим живым существам, а так само Кришне служим. Вот это и так, и не так одновременно. Видимо, это интересно. Он отразится и пылосов у нас в Куихе. Он говорит, бачаства бать чани ям хим бак хаваи бак хава чидам нюхтам и рахидам шатья гуна ма я ма я ма я. Посвети себя приятным все зрение Господа, и потому, что Он, кто с вами избавит нас, оттутно связанного себя. Хотя Господь, связанным с вами, Он не причастен к твоей деятельности, во всем, что происходит в председательном мире, повинна только непостижимая энергия верхом различных секунд. То есть, Он говорит о том, что да, это так, это так, что есть Кришна, но Он с этим миром непосредственно не соприкасается. Он делает это непосредственно своей энергией. Как то ли это получается? Довибхаду. Непостижимая энергия. Очень трудно понять, как она работает. Как Кришна одновременно и все, и не все. И Он одновременно и связан с Майем, да, Майя с вашей твад, дюхту. Он здесь связан, потому что Он является Майем, потому что это его энергия. Но в то же самое время, Он не отрешен от Майя, да, сварупа бута, тва, бхаван, веракедам. Потому что Майя не является его сварупа шакси. То есть, это энергия, да, это энергия, но не внутренняя энергия, не часть его внутреннего материала. Это внешний день Кришна. И поэтому Он с ней и связан, и не связан. Вот это вот ученицы вообще-то для себя. И так как Господь такой непостижимый, Он непостижимый, связан с потерей, не связан с потерей, ты должен ему предаться. Если ты предаешься Кришне, тогда ты сможешь отрести свободу от плотения. Понимаете, вот мысль из этого стиха? Ты можешь эти все вещи видеть, да, говорит теоретически, это все Кришна, но это такое, какое не есть. Это сотка нас материальной энергией, я там обречен в нее, у меня материальное тело, материальный разум, и как не освободиться от этого, от архия, вот этого неправильного разума, от рабства на свете. И он говорит ему, это можно сделать только по мнимости Верховного Господа, который может таким покусом сделать. И быть маленьким, и не быть маленьким. Понимать это? нет, как это все так, что именно Богик Куверн, о котором он говорит. Он опять таки понимает в сознании, еще больше, если у него остались какие-то неправильные представления, только верным, как праведутым. Он дает утраственные знания. И дальше он говорит в 7-м стихе. Дорогой другом, цим Махаражем до нападов, и возникает вопрос, а смогу ли это? Я не смогу. Вот буквально то же самое, что было у Савко Уману. Он почти, точно все слов, повторялся в сознании. Потому что Савко Уману он тоже ему говорил, что должен придастся Кришке, чтобы сопровождаться от нужного лего той энергии, которая связана с ситуацией с Сибири. Агам, к вам, да. И у Дорога начали снять сомнение. А смогу ли это? Я не смогу. И в 25-м стихе предыдущей главы он ему сказал то, что ну конечно же сможешь. Конечно. Даже не сомневайся. Ты же длинный Господь. Ты уже доказала. Ты был маленьким мальчиком. У тебя получилось. И здесь то же самое говори, Губерна. Дорогой друг, все благодаря, что ты напали. Мы знаем, что ты постоянно занят в расследнике эпоху служения грехов на речи на верховному Господу, чьей эпоху продает Боготус. Поэтому ты заслушаешь как рады. Я готов исполнить любовь на вашу мать. Пожалуйста, не стесняйся. Проси у меня все, что хочешь. И он говорит, в этом стихе фактически. В ренихе проси любое благословение. Яд маного гадан. Все, что прилетит к тебе на мать. И представьте себе. Яд маного гадан. Гадан пришло. Мано гу да яд. Любое. Представьте, вас просто посреди ночи разбудили и говорят проси его благословение. Любое. Все вспомни, что я просил. И что мы вспомним? Что мы будем вспомнить вообще. А чего мы попросили? Если кто-то засыпал и думал, что ай, денег не хватает себе кормить. Сразу же деньги, деньги, деньги. Или кому-то в телефон может быть. Или кому-то экзамен сдать. И сразу же все. И у вас одна попытка. И другой нельзя. Первое, что пришло сразу. Как мозговой штурм. Первое. Третье. Того третьего не будет. Только первое. Первая реакция. И поэтому человек обычно спрашивает те вещи, которые у него глубоко в сердце. То, что он сдавляет, он думает об этом. Что его касается, что переживает. И почему кувира идет на такую вещь? Яд Монога дам. Он понимает, что шанс ему дал все госли, как говорится, в руки. Шанс как попросил, чего-нибудь такого, как Хирани Мишаку попросил. Помните? Господограм. И что он ему дал. Бессмертие фактически в этом мире. То есть, кувира рисковал. Но почему он рискует? Он говорит, что ты чистый, приятный Господин. Ты всегда находишься в его стол. То есть, буквально здесь говорите, что здесь очень-очень красивые слова. Служи, где он скажет, там Гарри жертвы ты всегда находишься у Ампуха под водостного То есть ты всегда скажешь этим столом, ты Божий человек, ты ничего другого не просишь. То есть он доверяет Дерума Ханача, потому что его сердце и Дерума Ханача мог попросить. Вот это соблазн, это очередной соблазн на тебя, который мог разбить его столом. Потому что перед вами богатейший человек Вселенной, банкир Вселенной. Будьте или нет, будьте или нет. И что бы другому хорошо попросить? Денежные плясанства и так далее, и так далее, и так далее. Дергосвязанности, оружие новое какое-то там, да? Новый телефон, например, сотовый, да? Чтоб позвонить там, да? Господа Вишня. Дорование. Знаете, как телефон пришлось на санкрытии? Не выяснили? Дорование. Дорование. Почему? Какое-то словно плохие на снах. Нет, дура, значит, далеко. Ваня, слова. Дорование, да? Ну это может быть дур Ваня, да? Дур, значит, ничего хорошего у него нет. Вот. Только бедон привлекаешь себе, да? Если звонить. Ну, не, я же ничего, конечно, простите. Может быть там, вредные они никогда, плохого ничего не говорили, поскольку вам правда же, да? Кто как? Только лично когда-то, да. И так он дал все козыри Дрова Махараджа. И интересно, что Дрова Махараджа будет просить у него? Вот вам бы такие козыри, да? И возникает вопрос о том... И у Вишнящика такого комментария объясняет, что Дрова Махараджа, ему... Он мог бы просить все, что хочет, да? Но ему не надо было попросить у Кувера. Ну, не надо ли твои деньги? Ну, не надо ли твоего благословения, да? Зачем? Ну, не так все есть. Потому что я с Кришной. Кришна Маги уже заботится. Он уже поставляет так, да? Вот. То есть он был на такой форме, да? Ему не надо было ничего просить. Но он тем не менее делает это из положения у Кувера. И он говорит то, что находится в самой-самой глубине его сердце. Самая вещь, которая учит его прямо сейчас. Может, в другом я только что-то другую попросил. Какую-то другую вещь. Но он сейчас попросит самое-самое важное для него. И интересно, чтобы Кувера Махараджа. Вот. Как говорится, прямо-прямо сходу дал. Прочие благословения? Да! Кувера дает. Вот. И он говорит о настоящей стихе. И вот никогда не просто, почему он просит благословения Бога. Потому что Бога не даже предан. И мы можем просить у них, как бы, обычно преданным, не просит материальные благословения. Они просит у них чисто преданное суждение. Потом, какой спутшил. Можно просить у него материальные вещи. И он, ажитош, легко дает, быстро дает. Но преданные, они не хотят пользоваться таким качеством Господа Шири. Они к нему приходят. Но они просит у него только чистого Бахтия. И поэтому привозим Капешшину Махадеву. И просим Капешшину Махадеву. Пожалуйста. Даруй мне возможность войти Лагиндалу, Лаврачу. Святую Дхану. И никогда не уходите отсюда. Остаться здесь. Пожалуйста, раздружь моего множественного века. Я имею настоящую любовь к Ишне. Мы просим это о Господа Шири. И, как хочу, его можно обретать. И то же самое полупругие. Конечно, они дают столько благословений, столько вверстий, сколько у них есть. В зависимости от того, сколько у них преданностей есть. Столько благословений они дают. Но они могут Кришне попросить Кришне. Пожалуйста, дайте хорошему человеку то, что он просит. Я не могу дать, но ты можешь дать. Если не Кришне просятся, то Кришне может сказать. Можно вспомнить его. Поэтому мы не должны пренебрегать. И не только полупруга вообще. Даже люди, которые в этом мире есть. Можно пройти к ним по мыслови. Видимо только на поле битвы. Что произошло с Кришне. Когда Кришне уже дал ему все наставления. И уже начал раздражаться. А что там вдруг в одиночку помчался прямо на Урау. Все в шоке были, что сейчас произойдет. За что он на день, как говорится, в банк пошел. И он подъехал к Кришне и другим. Он пополнялся и попросил мне благословение. А можно я вас побежу? Они говорят. Ну конечно, конечно, конечно. И более того, я бы сказал, Кришне сказал. Если бы ты попросил благословение, я бы тебя просто убил. А сейчас все, у тебя получится. То есть даже какие вещи можно делать. У прошлого могущества людей можно спросить. Например, если вы видите священника какого-то. Патюшку православного или имама мусульманского. Они даже преданные. У протестантского пастыря можно увидеть. Какой ты там преданный. Что это вообще? Что ты себя корчишь тут? Я тут шутка в Ашнаме. Гаучия. Предный господочитаний. А ты сидишь в яме и пытаешься на себя изображать. Нет, они даже Богу служат. Кому же саму Господу? Я думаю, что они тоже прошли благословение. Желательно помолились за нас, чтобы мы смогли дойти до конца духовного пути. Вот это настроение при этом. Он никогда не гордится тем, что у него уже есть. Он всегда считает, что мне нужна милость всем живых существ. Я даже хорошее. И хорошее. И хорошее. Я даже про Богу. Понимаете? И вот в этом настроении Дрога Махараджа соглашается, хотя он полностью самодостаточный, соглашается попросить Богу верного какое-то благословение. Я сейчас просто на этом акцентируюсь, потому что это важная вещь. Очень ключевые моменты. Неизвестно, что он на практике. Как это может проявляться? И он говорит дальше. Просто удивительный шестив. Вот это просто знаете как? Раджа Раджена. Вы говорите, что по верам он Раджа Раджа. Он царь царей. То есть даже царей. Даже по Богу к нему приходят. Возвышенная личность. Дастойно, что просил только средний. И между тем, что просил его Дрога Махараджа здесь называют Махабабабабадар. Великий преданность. Великий Ручнам. И преддым Махам и Сихи очень разумики. Тот, кто обладает совершение разума. И он просил у него чего? Дорогой Медуров ответственно, при обнаружении Куперс, Дрога Махараджа, Возвышенный чистый предпись, который также был выбран правителем, попросил у Якшираджи, куверой, даровать ему непоколевимую веру в Бога и терпеть память, чтобы он не зналений и забывал о верховной личности. Ибо человек, помнящий о Господе, может без труда перелечь океан невежества, практически неправильнее для всех остальных. Итак, он попросил Анджелану Бахтирую, и наше отчаяние, в комментариях пришлось себе такое, он объясняет, что от такого строения дома Бахарача. Он считал, что из-за того, что я вляпался в всю эту историю с Якширами, значит, с ними сражался, неправильно поступил, и он сказал, что не надо было себе вообще с самого начала это все вмешиваться. И он говорит, что из-за этого я отвернулся от Криши, я совершил скрепление, и поэтому я упал из Бахтирую, и это была моя ошибка. И здесь он просит, чтобы мою Бахтирую было непрерывным, то есть фактически вот он друг Бахач признает, что его Бахтирую прервалась. И здесь вот, что он просит, о чем он думает, да, чтобы больше никогда такого не было, чтобы никогда такого не произошло, никогда, чтобы я всегда, всегда, всегда Кришне служил, чтобы я никогда не служил скромнений. И вот эта мысль крутилась у него постоянно, постоянно, и поэтому, как только кумира спросил у него, я на новое данное. Просил первое, что придет к себе Богу, и он сразу выпалил, да, чтобы никогда был в Акции и прервался, чтобы мне было полночистой памяти Кришне, чтобы я всегда помню, что я завершил от Него, чтобы всегда у меня было неправильное настроение, да, смирение, да, никогда не скромнений, никакой мощности, чтобы не было разума. И он говорит, что я хочу, чтобы с помощью этого какого-то начала Бахти полночистого преодоления, я смог пересечь этот неблагодарим океан невежества, там Ахаба, да, чтобы я мог дойти до конца духовного аппатия. Вот что он попросил у него, потому что все, что оно у него уже было, он просил, чтобы всегда общаться с пренами, это есть, они постоянно приходят к нему, один ему рассказывает о Кришне, да, своего матора рассказал Кришне, да, мудрецы пришли, когда Якши его чуть не одарели с помощью своих людей, они ему Кришне рассказали, да, вот, поставили вверху Господа, потом у веры привозят, и тоже Кришна, который ему рассказывает, Кришне представляет, у него есть это возможность, да, я дальше увидел вот то, как он придом будет вводить духовный вет, великие мудрецы тоже будут его окружать, он и мир благословения будет просить, им гладится, то есть он всегда был окружен преданами, и здесь вот он просит, чтобы я никогда не совершал искровение, чтобы я всегда правильно себя вёл на головном пути, потому что вы видите, что это была та сила, которая разрушила вот этот поток, потому что с ним происходило, то благословение, которое было самым человеком получено в таком воздухе, на юности и на арганах. А в этом вы говорите, что Махабхагмада и Махабхагмада, Махабхагмада, великий предатель, и Махабхати, очень разумно. То есть друг Махаша попросил самое-самое-самое кротобовое святое, которое тут могло быть. Хотя можно будет попросить что-то другое, вот, я хочу, чтобы не было, не знаю, возможности общаться с преднами, как другие говорят, о чем какие-то вещи, да, чтобы я вернулся в духовное место и так далее. Но Кувера, он отвечает за материальную сферу, не отвечает за Батху. Именно поэтому мы говорили, что Кувера не просто какой-то там чисто кулупок, да, он тоже является предным. Раджа-раджа, да, вначале они объясняют, что так как он предан, любой предан может нас благословить. Так как он долг Кришню, в силу того, что он долг Господу, он может Кришне помолиться. И Кришне почему бы и нету, может, кто-то тебе умолит. И поэтому, когда нас просят, например, дать мне благословение, да, он благословит тебе на то, на то, на то, на то. И можно, конечно, сказать то, что, да, сейчас как благословлю, наконец-таки меня отценили как великого Мишнама, да, уважали, да, просят благословение. Вот, и это считает, там, направо на лев, там, так, так, туда, сюда, там, все это, да. Но неправильно это, да. Более правильно это, понятно, что, кто я такой вообще, чтобы благословительного человека, шахтить его подбавались. И мы просим, мы необычно, мы говорим, что, ну, хорошо, давайте я помолю всем. Если Кришна слушает моего помимо, это будет великого удачи. Помолиться он всегда может, если кто-то просит у нас. И вот в этом не надо никогда отказываться. И то, что благословительный, я благословиваю, почему не могу, не буду лицариваю. Вот так неправильно, да. Люди во мне просто в шоке, как так, я же пришел к себе, я же милость нужна. Мы не будем милости, потому что у меня самого нет. Правильно ты говоришь, что да, конечно, я помолюсь за вас. Настолько, насколько лично слышать мои болезни. Вот. Понимаете разницу, да? Понимаю, кому летит за нас. А вы из меня, хорошо? Можно когда-нибудь, давайте будем молиться за дружку, да? Потому что это Кришне, мне кажется, Кришне это понравится. Да? А вот если старшая бедность просит о младших благословениях, что это как происходит? Младших благословений? Значит, то, что вы расцениваете, что вы в своем крайнем старении почитаете себя ниже вас. Но вы должны с этим соглашаться. Потому что да, 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 наконец-таки вот эта выскочка, да, вот, занялась в своем стоящее положение. И оценил меня велико мощно. Вот так не надо. Надо говорить то, что да, дорогой, да вы что? Да как? Да как? Да вы для меня просто пути, вы достойны моего поклонения. Да я, да я, да я, да я. И вы мне просят, да просто ваше сновидение разбивает мое сердце. Ну, конечно, я помолюсь, но, конечно, кто такой, чтобы за вас молиться? Ну, вот так. Вот так правильно. По крайней мере, дали внутренне, что вы достойны. Что это воспалительное мощно, что он так поступает. Это то, что действительно считает вас великим. Может быть, и считает, да. Но не значит, что вы по-настоящему такой великим. Да. То есть, Гуру дает, передо мной, все свои, и говорит, я даю вам все свои благословения. То есть, он благословлен уже на все свои просьбы, да, с которыми он обращается? Ну, обычно, когда, ну, такие вещи говорятся, до этого, да, до этого преды просят благословения. Нет, если не просят. А если не просят, да. Но тогда мы должны принимать это как общее благословение. Что было бы, кстати, на нас? На что? На что? На что? На что? Не на это. Это, наверное, было по-другому Кирпину. То есть, она хотела Кирпину петь, да. То есть, например, Кирпину надо, да. На святое имя, да. Буду, буду выставлять на нас. На святое имя, на Кирпину, да. Вот это общее благословение. Но есть какие-то конкретные вещи. И конкретные вещи нужно по личному просят. Как говорится, что Господь читает, он говорит, что я отдаю приказ, чтобы все живые существа, вследники, постоянно повторялись это именно Господь. Как он сказал? Я отдаю приказ, чтобы все живые существа, вследники, повторялись это именно. И именно поэтому, когда вы еще даже не получили инициации, имеете право повторять мантры. Мы же говорим, что мантры не читаем без инициации. Правда, да? Почему? Потому что нельзя. А вот как Кришна может? Почему можно? Потому что Госпочитание уже благословит. Но это не значит, что уже благословение есть, и кое-каке не надо. У меня Госпочитание будет. То же самое и правильно. Потому что нам нужно живое духовное честь, которое у нас там правильное настроение, настроение снатвоение. Да. А вот еще раз, как связана просьба о том, чтобы не оскорблять с тем, что мы читаем в этом? Ачала, ачала в акте. То есть вера, память. Он попросил у него веру и твердую память. А мы говорили, что... Просто санскрит говорит, ачалам бхакти, да? Ачалам бхакти, значит... Ну, прабада просто переводили, как твердую веру, да? Нужно по-разному объяснять. Ачала, значит, мерцающее такое, да? Ачала, значит, неподвижное, стабильное. И это, как я достигла, киртанин, святахарихи. Это можно только тогда, когда тринады бхактичны, второе бхактичны. Аманина, манадена. Это формула смирения, да? Формула смерти ложного эго. И именно ложного эго становится причиной оскорблений. И то же самое сейчас кубер говорил, вот, дружного врача. Слухом Ману говорит, что ложного эго – это причина всего. Я, ты, да? Своё, чужое, друзья, враги. Вот эти дружины с этого мира. И освободиться от дружины можно только в главном испирении. И именно испирение – это тот ингредиент главный, благодаря которому мы работаем через все испытания на таком пути и добудем до конца этого пути. Как Багаде Ириши, когда он совершал эскезвию, только на нас сверху Господу, в том начале Госпутина, чтобы прерывать его эскезвию, он посылает его в сад. И теперь начинает ему разные позы показывать, да? Прямо как он вас смотрит, как говорится, да? И тот, какой Багаде Ириши, повторяю, что-то замечает себе, да? Багадочка работала очень стабильнее. И затем, что они начали пытаться продеть, может дать декор, как Багаде Ириши. И так, и так, и так, и так, и так, и так. А он не сдался. Именно поэтому он получил благословение. Вначале Нарана Райана Ириши, и потом Господу Ириши тоже начистое Бахтина. И он тоже говорит, да, вспомню сейчас, да, как он говорит, «Багадь Ачилан Бахтир, Багадь Ачилан Бахтина, это тихо твои, и тебе, как будто Богный Мучитель». Потому что именно Господь Шива, он был первом Гуру в жизни Арканде Ириши, именно он дал ему гостовление, поправиться Господу Криши. Он был шеваитом, потому что Бог насы Господь Райана Ириши, это его Верховного. И Господь Шива спас его смерть. Там долгая история описывается, да? И, в конце концов, он дал ему доставление заниматься честным преданным служением. Поэтому здесь мы говорим, что Господь ушел в три благословения. Что в акте моя была начала непоколебим по отношению к Господу. И так творишь и к тем, кто зависит от него, преданным Господу. И татха Твоей и Тебе возьму духовную жизнь. То есть здесь вот эта форма смирения, такого свободы возможного этого. И это не дешевая вещь. И друг Мухаммарача, он уже, как говорится, проголосся немножко. Он понимает свои зависимые положения. Он просит, чтобы он никогда не поступал. Чтобы он всегда сдавался смирением настроения. Ну, по крайней мере, так лишь датчик такой. То есть мы занимаемся служением. Но служение прерывается из-за оскорблений. Когда мы просим стабильного преданного служения, это подразумевает уже себе, что я прошу показаться от оскорблений. Чтобы никогда не совершал оскорблений. Чтобы не только не совершал оскорблений, чтобы не было даже причин, по которой я никогда не смогу из-за тебя оскорблений. Вот об этом попросил Дром Мухаммарача Кубеду. Я когда еще видел, посмотрите. Вот такая вещь там. Такую вещь попросил. И говорит сюда. «Господь Кубеда, Сын Идавида, помните, что 4-я песня 1-я глава описывается о том, как он появился?» Он именно там появился в этот момент. Он рассказал о нем. «Очень того умный Другу с радостью дал ему благословение, о котором тот просил, и удавился из-за убителей, после чего Дром Мухаммарач вернулся в свою столицу». То есть говорим там реального света, он оценил это благословение. Понятно-то нет, как это все. Я запутывал вас. Разобрались? Да? Потому что Друга Дмитрия измельца «Шатха Дмитрия» «Ступань чаге» «Яд траспоковый садбангхах» «Статьям» «Благочан мани» В «Медаре Бедности» «Боги Слами» говорит, что есть пять богучих форм преднат сужений. Это садху сангхам «Общение с предами», «Наммакирта» «Повторение с Вятруими», «Багбада Шрамана» «Сушничный Багбада», «Матхуру Васа» «Проживание с Вятой Дхами» и «Шатха Ябогатирасэва» «Повторение Божества в сфере предности». Это все эти вещи, которые, если мы с ними хотя бы немножко соприкослиемся, они способны дорабатывать нас сразу в Багдзе. Но есть одно новое. «Садхи Ян» «Повторение с Вятой Дхами» «Правильное настроение». «Джен Грис Слами» «Объясняет» «Садхи Ян» «Ирабарадхачинтан» «Без наскрепления». Если вы без наскрепления будете все эти практики и нюансы, то даже легкий контакт с ним гарантирован в Бао Багчи. А если серьезно, то в Бао Багчи. «Джен Грис» «Правильного Пахачина» «Правильного Пахачина» «Правильного Пахачина» «Правильного Пахачина» «Непонятно просто». «Он понимал, что мы с ним». «Интересно». Это ясно? Есть какие-то вопросы, может быть, нет? Честно. Еще один важный вопрос. Почему это было важно? И здесь связано с тем, что Куверова вначале был доволен тем, как посидел Друг Мухарача. И он пришел к нему. Он у кит наставник. То есть он шел прощение. Но второй поток милости – это когда Друг Мухарач попросил Друг Мухарача. Он не просил ничего материального. Того чисто правительства жизни. Он еще в общем он повторил его. И вот это вот именно, как помните, мы говорили в истории «Задавшей Господи в Шиме», что «Задавшей Господи в Шиме» тоже он пришел оскорблении Господи в Шиме. Но он обошел прощение и он был прощен. Но не было одной плохи иности. Но здесь сейчас я не объясняю. Потому что когда сам Гоумана говорил в 3-4 стихе, то, что ты сейчас должен остановить свой гнев и идти к Кубере и просить его англорахи, просить его милости. То есть ты должен так обвести себя с ним, чтобы он принял на себя свою милость. И вот поэтому Друг Мухарача сумел таки своим правильным поведением, своим смирением, тем, что он попросил Кубера, своими желаниями получить одну краху Кубера. Потому что сам Гоумана говорит, что если ты не получишь винности Кубера и Господи Шива на всех остальных, то тогда ты навлечешь гибель на все наши династии. Не только ты пострадаешь, а все мы тоже пострадаем. Он как бы часть династии Друг Мухарача. То есть если бы Смако Уман пострадал, то бы все в середине пришли в хаос. Понимаете, что он Друг Мухарача? И поэтому у него была очень-очень важная миссия. Он, как говорится, накосячил, грубо говоря, и он должен был свою мину изгладить. Не просто прощение попросить за Кубер, а так поместить себя под нашу Кубер, чтобы получить ему одну краху. И вот здесь говорится ТАТТСЕ ПРИДАХА ПРИДАХА очень-очень и очень довольный Друг Мухарача. То есть она пришла. И вот впоследствии этого сходения, которое могли повышать Друг Мухарача, вернуться в другом мире, они ушли. То есть у него все будет хорошо. Понимаете? Видите, как интересно? То есть здесь все не случайно. От каждого человека зависит, может быть, даже судьба всей Вселенной. Может быть, у кого-то из нас, что мы где-то какого-то бредного скопляем, у нас неправильное настроение есть. Мы тоже не простыни личности, может быть, у нас, это возвышенная мечта. И может быть, у кого-то из нас в этом мире есть какая-то миссия, которую надо исполнить. Особенно миссия, проповедь и так далее, какие-то великие деяния. И мы совершаем ископление. Из-за этого мы становимся неспособными вот эту миссию исполнить. Поэтому надо быть крайне-крайне-крайне осторожно в том, что мы делаем, как мы это делаем. Я просто говорю уже немножко от себя на эти вещи. Чтобы мы просто понимали, когда мы там уже применим эти ситуации. в том, что мы делаем, Вы говорите, поведение другое, оно как бы расположило кувьеру. Но вот он, я сейчас начитал, то есть, он просто, у него не прошел, кувьера появился, узнав об этом, и тут же начал давать им наставления, исполнять желания. то есть, а другое, по сути, как он себя понимал? Он просто работал? Первое, что он сделал, это то, что он оказался в дневном. Он смог не победить. Да. Он перестал давать якши. Когда кувьера пришел, он ему поклонился. Это уже было как Бог. То есть, кувьера, он видел не внешние вещи. Он видит сознание человека. Он видел то, что сознание того, Махараш упоминялось. Это то, что ему понравилось. Первое. И второе, то, что ему понравилось, то, что, то есть, как бы внешняя причина, да, оскорбления. Друг Махараш убивал в дневе, да, и внешняя причина ушла. Это было кшама. Во второе, то, что он попросил правильные вещи. Вот это ему понравилось больше всего. Это то, что было самое главное. То есть, до тех пор, пока у человека остается уложенный эльга, опасность совершения оскорбления тоже остается. Да, да. То есть, получается, что у преданного, ну, мы не сразу же оскорбляем на форму эльга. Это самое сложное. Оно уходит последнее. Даже у самого древа бакты. Это последнее, что уходит. Посмотрите, здесь, я прошу прощения. Просто, когда мы говорим про стих «Три данные несоверничьи», да, это как раз таки полума о смерти мужного эка. И, э, в комментариях шишешников, в всем таком и говорили, что этот стих, он, это из факультуры нишки, стабильности. То есть, на уровне нишки, фактически, 75% на нас их уничтожаются. И, конечно, какие-то следы будут оставаться еще у нас. Но все равно, как я говорил, что пока мы находимся даже на уровне премии, свою пассивную премию, да, пока мы через материальное тело, пока мы взяводействуем с материальной энергией, всегда какая-то опасность есть в том, что мы можем, ну, как бы, где-то, по паспору, поменивать. И поэтому премия всегда у него, он никогда не считает то, что я там уже книжку превзошу, он уже на руче, там, например, ассарти, и бхаба у меня в карман, он всегда считает себе паще, без вилки, точнее, в мае. То есть смирение, оно, с одной стороны, это следующее, да, то есть, когда у вас есть смирение, то вы никогда не попадете как влияние в нужном веке, да, в форму смирения на работу. Но, то, что я говорила, смирение – это средство того, чтобы достичь этого уровня. Поэтому, вот, вот, в Абрикад Баклакандрите, Шим Садат Приконсвани, он говорит, что мы должны осознанно мультивировать смирение. То есть, вот эти четыре вещи, Дринады, Бессонечна, Дрона Пазихишина, Аммани, Наманады, Киртанья, Садат Ахихи. Нужно знать, как это проявляется, как не проявляется. И вот именно, применить на своей ситуации, вот, стараться вместе с этим строением. И тогда, пока мы стараемся, пока мы продвигаем усилия, Кришна будет нас защищать, будет покугать нам. Даже если мы ошибки совершили, как у нас, где-то как-то, да, но вот Кришну просит меня на нас. Он получает, пройти дальше. Хорошо? Все, давайте, наверное, на этом сейчас закончим. У нас будет перерыв, а потом, у нас будет много интересного. Потом, в конце концов, на этой хорошей ноте, другой махараджи, возвращается, в духовный мир. У нас будет очень-очень крутая концовочка. Мне кажется, вам понравится. Павелство с подстроением, другого человека. Спасибо. В нахараджи шваба на дакинь, шваба на дакинь, шваба на дакинь, 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 дакинь... Доку, на дневник.